Главной целью программы является улучшение состояния окружающей среды, качества жизни и здоровья людей. Определены основные цели программы, из них пять являются приоритетными. Это экологическая реабилитация малых рек, прудов, доведение качества поверхностных водных объектов до нормативов культурно-бытового назначения, сокращение объемов захоронения отходов производства и потребления, увеличение объемов переработки отходов производства и потребления, в том числе вторично используемых ресурсов, сдерживание роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в условиях увеличения протяженности уличной дорожной сети, снижение загрязнения атмосферного воздуха на территориях вблизи автотрасс, восстановление биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях и повышение уровня экологической культуры населения. Важен действительно сам подход, который в этой программе декларируется, потому что то, что мы все время слышим, что изменить цель и полагание, что все-таки целью программы должно быть улучшение состояния окружающей среды, и в тех изменениях, которые внесены, отчасти это уже отражено. Но дело не только в том, как продекларированы цели, но и вообще в самом направлении программы, ее сути. Потому что все-таки есть масса иных целей, улучшение спортивного обслуживания граждан, развитие туризма и так далее. Все это тоже очень важно для нашего замечательного любимого города, но для данной программы все-таки приоритет, и он должен, видимо, сквозить во всех ее положениях, все-таки это улучшение состояния окружающей среды. По каждому положению программы очень важно, чтобы были разумные целевые показатели, к которым мы хотим прийти и которые можно будет потом отслеживать, насколько они реализованы. Не звучит слово устойчивого развития вовсе. Весь мир идет криво плюс 20. У нас сейчас правительственная комиссия работает по всем регионам. Я не знаю, Москва управляла свои предложения или нет. Десяток регионов страны уже готовят свои отчеты по устойчивому развитию. Всемирному форуму на будущий год, когда наш президент в Рио-де-Жанейро будет говорить, как мы идем, и в том числе по региону. Это первая зеленая экономика. Любим мы или не любим, это то, что обсуждается везде сейчас. Неплохо было бы, чтобы Москва выступала вперед, а не молчала об этом. Климат звучит, но может быть еще более широко подать. Я думаю, что это только украсться бы программу. Сейчас во всем мире говорят о климатических стратегиях регионов. Я думаю, Москва, если пойдет вперед, это будет логично, потому что все ждут. А от кого ждать? Конечно, от Москвы. В ряде городов Москвы, например, в Томске, у каждого в почтовом ящике лежит, мы знаем, куда позвонить, если пожар, да, 0-1. Куда позвонить, если у вас под окном рубит дерево? Выбросил кто-то мусор. Есть рутинные номера, по которым звонить. Вы можете сказать, есть в предыдущей, я с новым руководством департамента не работал. Я давал номера у себя в доме, скажем, люди не могут дозвониться, или позвонив, нет отклика. Это очень серьезная проблема. Вы будете иметь мониторинг лучше лучшего. То есть вам всегда сообщат, где что-то происходит, но надо, чтобы людям потом отвечали. То есть это не просто номер телефона, это серьезная служба. Данная программа нуждается в существенной, ну, мягко говоря, доработке, поскольку те претензии, которые высказаны здесь профессионалами, экспертами в разных областях, говорят о том, что по многим позициям данная программа не соответствует требованиям российского природоохранного законодательства и также международным правовым обязательствам Российской Федерации. В частности, вот что касается сохранения биологического разнообразия. Полагаю, что хороший знак, что правительство Москвы приостановило утверждение этой программы. Значит, Россия, напоминаю, на пути к присоединению к конвенции о доступе к информации и участию общественности, так называемой Орховской конвенции. И она должна уже сейчас думать о своем внешнеполитическом имидже. Напоминаю, что данная процедура и есть как раз вот это самое участие. И думаю, что органы власти города Москвы должны прислушаться к этим очень существенным замечаниям.